Привет, с вами Габриэл Ламберт и пятая часть рассказа о Bethesda Softworks. Разумеется, рекомендую ознакомиться и с прошлыми выпусками для тех, кто еще не видел по аннотации или по ссылке в описании. В этом видео в основном речь пойдет о играх от сторонних разработчиков, так что прошу проследовать за мной в хронику сразу после заставки. Поехали! А начну я с проектов, которые Bethesda только издавала. Одним из таких была ВИД. Игра от канадца Fortifical Mind and Movement. Экшен сложной судьбы, изначально должен был выпускаться Sierra, потом Blizzard, но после слияния с Activision контракт был отменен. Однако разработано было очень много, и потому проект в экстренном порядке стал искать нового издателя. И нашли они Bethesda. Студия поддержала проект, и работа продолжилась. Из-за такой смены издателей готовилась только консольная версия. Отличительной особенностью игры была ее атмосфера и стилизация под боевики 70-х в жанре Grindhouse. Тут и сопутствующая музыка, и режиссура, и даже дизайн локаций. Мы играем за девушку Руби, наемницу, которая попадает в переплет после очередного заказа, в котором открывается правда о ее работодателях. Сразу после остается только мстить. Концептуально это череда арен, на которой есть куча врагов, несколько активных точек и большое разнообразие элементов, с которыми можно взаимодействовать. В арсенале у Руби по паре пистолетов и острая катана. Но главное оружие девушки это акробатические трюки и слоу-моушен. Бег по стенам, сальто, подкат, раскачивание на турнике. И вместе со всем этим безостановочная стрельба и размахивание мечом. Чем больше стиля будет в убийстве, тем больше очков начисляется, чтобы потом потратить их на модификации. Все действие сопровождается кровищей, градом пуль, добротной сложностью и отличным саундтреком. Плюс ко всему местами случается прилив ярости и все окрашивается в багровые тона. Ценителям Грайтхауса и Резни игра пришлась по вкусу, а вот остальные сетовали на однообразие и не самую лучшую картинку. Даром, что возможно это была неудачная стилизация фильтров. Bethesda помогла издать Уилл Спин для Ви. Игра для тех, кто любит гонки на высоких скоростях, по нереальным трекам, да еще и с пауэрапами. Ну и конечно для мультиплеерных заездов. Все это Аусом Геймс сделали на должном для приставки Нинтендо уровне. Но не со всеми студиями выходило так гладко. В 2006 году было объявлено о сотрудничестве с Зомби Студиос. Тандем намеревался сделать военную РТС с рандомными картами и рассчитанными прежде всего на мультиплеер. Однако работа, проделанная разработчиками за два года, оказалась далека от хорошей. И Bethesda разорвали контракт с Зомби Студиос, доверив разработку Rebellion Development. На этой стадии концепция игры кардинально поменялась. Вместо РТС была взята экшен-механика. А бэкграунд дополнился участием Советского Союза. Также на озвучку главного героя был приглашен голливудский актер Микки Рур. И получилась крайне бессмысленная игра с дешевым полным клюквы сюжетом. Очень простой, но проплаченный экшен от первого лица набивает мысли о старых боевиках, где можно переть на пролом, забыв о укрытиях. Правда, если у других получается интересно, здесь такой темп наскучивает. Враги тупые, неинтересные, механика стрельбы вообще ни о чем. А графика для 2009 года так и вовсе нишевая. Словом, переделка сказалась на качестве. Оттого и продажи игры были плохими. А мы пока обратимся к деятельности Zenimax. Компания, в свою очередь воодушевленная результатом Fallout 3, поняла, что покупать и переделывать старые франчайзы довольно выгодно и на радость фанатам. Потому в 2009 были выкуплены права на пространственный шутер Prey, который отгремел в 2006, когда 3D Realms была еще жива. В июне того же года наделала шуму очень громкая сделка. Легендарная студия id Software перешла под Zenimax, вместе с правами на их новый амбициозный проект Rage. Но к нему мы еще вернемся. А пока силами Obsidian Entertainment, который знаменитый своей работой над Knights of the Old Republic 2 и Neverwander Knight 2, готовился спин-офф к третьей Fallout, а именно Fallout New Vegas. Фишка была в том, что в компании работали люди, причастные к созданию франшизы. И потому заказ на работу по продолжению своего творения, они взяли без всяких сомнений. За основу истории был взят концепт One Buren, игры, который и должен был стать Fallout 3, но Black Isle до этого не дожила. Естественно, почти все было как в Fallout 3 от Bethesda, но с некоторыми правками. И именно что почти. Бывшие сотрудники Black Isle постарались на славу и сделали не только продолжение третьей части, сколько второй. Атмосфера совершенно другая, фракции другие, да и локация теперь поближе к местам событий первой и второй Fallout. Fallout New Vegas был отличен от третьей, так же, как и первый от второго. Многое было пересмотрено, а именно размеры локации сократились, прибавив тем самым в количестве событий на квадратный километр. В мелочах игра также выросла и давала большой простор для отстраивания общей картины жизни в окрестностях Нового Вегаса. Ну и разумеется, многие минусы, отмеченные в Fallout 3, если и не были устранены, то стали менее заметны. Ну кроме разве что при слоутого движка Game Brew. В конечном счете, Obsidian, как обычно, справились со своей задачей на 150%. Буквально сделав игру лучше, как в свое время у них получилась Neverwinter Night 2. Другая вольная студия Splash Damage, известная по диалоге Enemy Territory и в дальнейшем по Batman Arkham Origin, начала разработку сетевого шутера Brink. С самого первого показа игра интриговала своей механикой, сеттингом и динамикой. Brink подавался как шутер высшего эшелона и мог конкурировать с таким гигантом, как Unreal Tournament на поле футуристичных мультиплеерных снарядов. И было достаточно много всего обещано. Во-первых, это паркур от первого лица, явно подсмотренный в Mirror's Edge и выглядящий довольно эффектно. Во-вторых, гибкая кастомизация бойца от внешности до класса. И в-третьих, достаточно интересный сеттинг с красочным оформлением. И все, что обещали, было в игре. И паркур – неотъемлемая часть геймплея. Благо, локации специально выстроены для этого. И кастомизация, которая выделяет вас по всем индивидуальным параметрам. Сеттинг говорит о далеком будущем, в котором был построен большой город Ковчег, надежный и экологически благоприятный оплот цивилизации. После глобального потепления и экстренного подъема уровня воды, Ковчег стал последней точкой спасения. Да только местные власти не готовы встречать гостей и потому выставляют охрану по периметру города, которая будет отгонять беженцев. Тут-то мы и выбираем сторону. И как бы хорошо не были сделаны аспекты, что-то в игре работало не так. То ли мало было лоска, то ли еще какая причина, но игру забросили довольно быстро. Сеттинг и механика были хороши, но малое количество локаций и некая линейность происходящего не давало разгуляться и попросту наскучивало. Кроме того, скорый выход Battlefield 3 и вовсе перекрыл Бринк своей тенью. А у другой игры, также изданной Bethesda, были другие проблемы. InXile Entertainment под предводительством Брайана Фарга, создателя Wasteland, делали свой экшен от третьего лица, заточенный под кооперативное прохождение. Действуя в жанре фэнтези, эта игра претендовала на звание первопроходца в подобном амплуа. И в самом деле, сеттинг не подкачал, атмосфера была на месте, а красота Unreal Engine 3 еще могла радовать в 2011 году. Однако, как и в подавляющем количестве кооп-игр, в одиночестве играть откровенно скучно. Месить врагов в ближнем бою или стрелять по ним издалека на протяжении долгих часов неспешно истории изматывает и навевает скуку. Потому что делается это все довольно однообразно, и никакая магия не способствует обратному. Ближний бой без каких-либо сложных комбо, а лучница так вообще только и делает, что стреляет и красиво уворачивается. Каппердеве все-таки поживее, так как с другом банально весело это все делать. И приписав сюда невзрачных наемников, без особо ярких характеров и с единственной мотивацией, типа денег и власти, мы получим неинтересную историю с парадоксально хорошей атмосферой и слабым экшеном. Это поняли и игроки, которые скептически встретили Хантед, но это не помешало ей нормально продастся. И последней на сегодня игрой выпущенной Bethesda, но сделанной другой студией будет новый шутер от id Software под названием Rage. В начале разработки была показана не сама игра, а абсолютно новый движок id Tech 5, который позиционировался как революционный и позволял делать картинку максимально детализированной. А уж потом была анонсирована Rage, которая выглядела как нечто похожее по концепции на Borderlands, пока последняя не перешла на цел шейдинг. Rage вышла и представила игроку полуоткрытые локации с покатушками на ржавых баги по постапокалиптическим пустошам, которые неминуемо напоминают о безумном Максе. Герой успешно проспал конец света на орбите Земли и по прибытию на поверхность оказывается втянутым в перипетии местных властей, группировок, мутантов и становится обычным наемником. Правила теперь просты. Чтобы не умереть, нужно оружие и броня. Чтобы получить все это, заработай. Но постарайся во время задания не умереть. Тут и гонки, и арены, и задания от местных. Главное, чтобы бензина и патронов хватило. Механика пострелушек динамична и довольно интересна. Даром, что делала силами прославленных мастеров своего дела. Однако в чем оказались слабые разработчики, это создание правдоподобного бэкграунда. В поселениях все старательно пытаются изображать жизнь, но вот в отрыве от них нет ничего. И из-за этого создается впечатление обычного скучного проходника, скрытого под дорогой отберткой, которая на ПК работает не так стабильно, как хотелось. Игра оказалась, конечно, популярной и продаваемой, однако это не тот шутер, которого ждали от ветеранов жанра. И на сегодня это все. Скажу только, что занимакс в 2010 году приобрели студию Arkane, о истории которой я подробно рассказывал в этом видео. Ссылка по аннотации и в описании. А вот в истории Бетезда скоро будет новая веха развития, о которой я поведаю сразу же в следующем видео. И чтобы его не пропустить, советую подписаться на канал, поставить лайк и рассказать друзьям. Историю вспоминал Габриэл Лайнберт, и я с вами не прощаюсь, лишь говорю, до скорого. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!